Я долго думал, каким же образом может нож-флюк пригодиться на кухне. Причем именно на стационарной домашней кухне, как дополнение к основному ножу, шефу, филейнику и так далее. Лично мне очень удобно маленькими ножами чистить картошку. Чисто субъективно, кому-то может быть тесаками удобнее. Поэтому я решил этот маленький нож попробовать в качестве очистителя картофеля. Приступим. Открываем, начинаем. В принципе... Режет он у нас, как всегда, неплохо. Управляется маленький креночек удобно. Не знаю, как вам, а мне лично комфортно. То есть... Скажем так, этот нож, по моим субъективным представлениям, очень неплохо для этого дела, оказывается, подходит. Так, сейчас... Дорежем. Дальше. Следующую картошку. Чистит нормально. Что еще можно сказать об этом ноже? А, вы уже видели, как он режет другие продукты. Теперь вот... Смотрим, как он чистит картошку. В принципе, получается, что у нас он лежит в ладони. То есть, тремя пальцами мы держим рукоять. Так, немножечко держим клинок. И таким вот образом... Чистим картошку. Не знаю, лично мне комфортно. Поэтому, если этот нож все-таки останется у меня, наверное, я буду им как раз пользоваться. Для вот этой цели. Потому что... Не знаю, несмотря на то, что у меня довольно... Ну, не маленькая, я бы сказал. Или средняя, ближе к большой ладони. Мне комфортнее почему-то работать именно маленькими, аккуратненькими ножичками. Ну, надеюсь, видно, да, что нож без проблем снимает кожуру. Говорюсь сразу, я не буду в чистке картошки. Поэтому я не умею снимать полмиллиметровую или непрерывную стружку. Вот, с кожурой. Поэтому... Чищу, как умею. Ну, надеюсь, понятно и видно, да, из теста, что у нас в итоге получилось. Да, то есть... Порезано. В смысле, почищено. Быстренько, с комфортом. И лично мне было удобно.